Иван Андреевич, здрасте. Мы с вами встречаемся все время на встречах пчеловодов в Сибири. И были мы в Новосибирске, это было лет шесть назад, и не виделись с тех пор. Как сезон, Иван Андреевич, в этом году? Сезон неважно. В общем, от 170 пчеловодов семей я откачал 153 фляги. 153 фляги? И меньше фляги я. Обычно у вас идет полторы? По фляге. Обычно по фляге средней. Ну, как жить-то дальше будем? Ну, я думаю, перекупщиков бы надо прижать. И как следое. А как их прижать? Они, главное, не сеют и не пашут. У нас берут по 80 рублей, а продают по 300. На каком основании? Почему их налогово не наказывают? Их надо наказывать так, что... Идите в баню, нет? Чтобы закукарекали. А как вообще по породности пчел? У вас карника, вы сказали, у вас местность сейчас. Порода у меня уже вся перепуталась. Ну, материться не буду. Не надо. Но перепуталась. Вся порода. Можем говорить, что у вас, ну, вы на поместные, на... И карник, и бакфаста, и трозик, и винтербах. Даже я такого не слышал. Ну, вот, изо всех вот маток, понравилось мне винтербах и карника. Ну, конечно, бакфаста очень хорошая тоже. Вот эти вот три породы самые наиложные. 52 года вы занимаетесь пчеловодством? 52-53 год, по-моему, сапреты. Помогает сейчас вам семья, дети, внуки? Сын помогает. Наемных работников нет? Беру. На сезон? Иначе никак. На откачку меда беру. Качаете электрическую медогонку? У меня станция, фабричную медокачку я брал в Бийске на 40 рамок. Рамки сделаны у меня широкие. И медокачка под мои рамки. По моему заказу сделали широкие. В основном у вас вокруг села Гречка, да? В этом году в Гречке было, наверное, гектар на 200 около села. Больше не было. Испарсетов было у нас 500 гектар. Испарсет был отличный. Но жара, пчела плохо шла. Не получилось светлого экспарсета взять? Нет, нет, нет. Только в основном был поддерживающий взяток. Пельса, поддерживающий взяток. А потом дожди пошли, надо бы мед брать. А его три дня скосили весь испарсет, три комбайна КСК. И пчелу утонкали. И пчелу в ульях ледной не стало. Ну, Рапса у вас рядом нет? Нет, нет. Слава Богу, слава Богу, что него нет. Потому что не знаешь, что будет. И вот у меня от 170 семей, 4 роя было в этом году и все. Но я от 170 сделал 160 новых нуклеусов. Роение сбил. Понял. И сейчас короткие вопросы. Все-таки для вас лучше карника или бакфаст? Бакфаст лучше. Бакфаст лучше. Магазинами работаете под медом? Только поворанками. Магазины лучше расширять вверх или вразрез? Для вас? Вверх ты поднимаешь с медом, а вниз вразрез. Окей. Улей для вас лучше? Рут или додан? Додан лучше. Вы всегда на нем работали? Я всегда на нем. Ну, конечно, уже не те годы. Конечно, восьмерамочные были десятики. Ну, у меня и эта конструкция есть, и эта. Ну, мало. В основном 90% додан. Понял. Иван Андреевич, от меня, от всех моих подписчиков, вам доброго здоровья, удачи и хороших медосборов в следующем сентябре. И увидимся в Омске в следующем году. В Омске, я не знаю, поеду или нет. Кто-то далековато. Ну, тогда через два года где-нибудь поближе. Ну, да. Ну, посмотрим. Может быть, я поеду. Надо на хвост кому-то подать. Спасибо. Спасибо. Здоровья. Спасибо. Ну, спасибо. Ну...